Нефтяники и газовики, геологи и строители. Представители именно этих профессий привычно называют первопроходцами. Однако не только они самоотверженно трудились, осваивая суровую Арктику и возводя среди болот новый город. Героиня нашего репортажа Вера Васильевна Власова с 1987 года работает педиатром в Губкинском. Здесь как у нас набирался желающий работать новый город. Муж меня где-то услышал, он сюда приехал, год проработал, потом уже вызов сделали мне, я сюда приехала. Была первым педиатром, первым. Педиатров тогда не было вообще никого. Мы когда приехали, я жила на поселке Пурпе, там в вагончике. Меня муж на Кировце сюда привозил, потому что нельзя было доехать ни на чем. Работать одной было, конечно, очень нелегко, вспоминает Вера Васильевна. Но вскоре в больницу приехал еще один детский врач Наталья Кудинова. И уже вместе молодые коллеги с головой окунулись в педиатрию. Кроме того, что мы обслуживали на участке, у нас еще был роддом, просто как в нагрузку. И отделение было в поликлинике, была одна палата. Вот мы с ней бегали по очереди туда-туда. Но еще справлялись вдвоем, спрашивали друг друга, собирались вместе. А потом стали подтягиваться все остальные, специалисты узкие стали. Пристало, конечно, легче работать. Со временем в детском отделении собрался дружный профессиональный коллектив. Своих коллег Вера Васильевна вспоминает с неизменной теплотой. Мы работали, у нас было семь врачей, и мы работали лет 20, вообще одни и те же люди. Мы не ходили на больничные, мы работали, заменяли друг друга, если что-то случилось. Было очень легко, я всегда это вспоминаю, и буду всю жизнь это вспоминать. Вот когда мы работали Кудинова, Несмашна, Зухрадгамна, Назарова. Вот такой крепкий у нас дружный коллектив Соколова, Лена Федоровна. Рабочий день у детского врача весьма насыщенный. Это и приемы, и посещение на дому, и консультации по телефону встревоженных родителей в любое время. Специалист она очень хорошая, я так понимаю, у нее стажа очень много уже лет. У меня и старшие дети наблюдались у нее. Это у меня третий ребенок уже. Нам она очень нравится. Вот когда родились, сразу стали к ней на учет, она к нам приходила и домой. И сейчас мы регулярно к ней приходим. И если заболеем, он очень хорошо лечит. И мы в восторге от этого врача. В коллективе Вера Васильевна пользуется заслуженным авторитетом и большим уважением. Сама Жанна охотно делится с молодыми коллегами, накопленным за годы работы опытом. То, что громадный опыт у Веры Васильевны, это, конечно, да. И чутье. Чутье именно человека-доктора. Вот не просто, здесь не только еще и опыт важен, а именно чутье. Вот это медицинское, вот это врачебное в ней есть. Эти качества заложены, мне кажется, со студенчества и еще. 30 лет пролетели незаметно. Все эти годы свои знания, силы и энергию отдает Вера Васильевна любимому делу. В Губкинском выросли ее дети. Сейчас подрастают внуки. Ну а трудности, с которыми пришлось столкнуться в жизни, только закалили и без того сибирский характер. Мне больше почему-то вспоминается непрофессиональная моя жизнь. Это как мы жили здесь, вот просто жили. Потому что домов, микрорайонов еще не было практически, домов не было, улиц не было. Ходили в резиновых сапогах, этого асфальта не было. Чтобы к вам там на те люди не пройти, это надо было цело, была целая проблема. Там все вот этот мелкий песок, как будто, знаете, цементом все, это самое, встанешь и все сапоги засосало. Вот туда, помню, меня мужчины вытаскивали, невозможно было пройти. Жили дружно, хорошо. Наверное, я бы снова повторила бы все с самого начала. Ирина Заикина, Алексей Магин, Новости Губкинского.